здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа черным по белому в студии я ведущий александр гурарье и мой гость историк политтехнолог давид идельман давид добрый вечер добрый вечер суд над премьер-министром именно таньяу который начался вот на этой неделе собственно было первое заседание следующее будет очень нескоро вообще когда этот суд за кучу исторических ассоциаций этот суд уже был освещен освещаем прессой и всеми средствами массовой информации было прекрасно поставленное шоу речь премьер-министра перед судом перед началом заседания суда стоящие рядом богатыри его соратники там гвардия такая все в масках да только вот не при шпагах да все это было замечательно все красиво все поставлено и прозвучали фраза о том что это вообще-то дело дрейфуса то есть вот судит не бенемина это не ягла стоянно все но правда тут было не обошлось без конфуза его почему-то называли мишпад пифа петагорус то есть суд пифагора да некоторые ликудовцы которые не очень хорошо учились школе они решили что мишпад петагоров на самом деле это так переводится теорема пифагора на еврея это они решили что наши ваши ваши европейские фамилии для сторонников ликуд в страна выходцы из северной африки они на это сравнение на это сравнение сделано дрейфусо обиделась внучка дрейфуса которая заявила что вообще как это можно вообщеся writer ночь или правда они помогли правヽ 악на наверно все таки или он который заявила что вообще как нужно сравнивать как можно сравнивать эти дела так вот что это впервые у нас вообще судят премьер-министра или у нас же были президенты, у нас министры, которые отправлялись на Кичу совершенно спокойно, там у нас даже было построено отдельное, так сказать, крыло в тюрьме, которая находится в Лоте, в Рамле, в тюрьме в Рамле, специально построено крыло для членов правительства, министров, потому что они даже, сев за решетку, продолжают оставаться носителями государственных тайн, поэтому их надо охранять. — Да, их не тянет, с обычными заключенными, которые могут из них что-то выпасть, особенно если это премьер-министр или президент, или даже министр крупных таких серьезных министерств, или министр, которые присутствовали на заседаниях Кабинета по вопросам безопасности, то есть тут все очень серьезно. Если позволите, я начну с дела Дрифуса и дела Пифагоруса. С одной стороны, это как-то, ну, чувствуешь себя ну, какое-то вот дело, дело Мешпад Питагорус, да, дело Пифагора, ну, вот европейские фамилии, они такие сложные, поэтому он Дрифуса с Пифагором, мне он что-то помнит из школьной программы, там, вот эта теорема Пифагора, так он решил, что вот суд Натаньягу, он похож на теорему Пифагора. — А название теоремы Мешпад совпадает с названием слова суд, Мешпад. И он так вот, ну, сравнивать Натаньягу с Дрифусом, я видел это в социальных сетях, ну, то есть не у обыкновенных кретинов. На кретинов как-то даже грех обижаться, а у людей, которые все-таки, ну, там, две-три извилины в голове имеют, и сравнивают Натаньягу с Дрифусом и так далее. Ну, во-первых, ну, капитан Дрифус, Альфред Дрифус, он не был премьер-министром, и он не мог назначать министра полиции по своему усмотрению, или там, министра юстиции и так далее, по своему усмотрению, как может делать премьер-министр Натаньягу. Во-вторых, понятное дело, оболганные за чужое преступление капитан Дрифус, ну, за реально чужое преступление, капитан Дрифус, он преследовался во Франции того времени национально-религиозным лагерем, который в Израиле, ну, тоже отличается, как тот французский, излишней агрессивностью, и который сегодня возглавляет именно Бенемин Натаньягу. Поэтому... Ну, и его сторонники утверждают, что схожесть этих процессов заключается в том, что он тоже оболган, тоже сфабрикованное дело. А, во-первых, на-первых, это... Что значит оболган, сфабрикованное дело? Дрифус был еврей перед правосудием... Знаете, такое совпадение, Натаньягу тоже. Да, вот. И Дрифус, ну, у нас, понимаете, у нас вообще вот и судьи евреи, и генеральный штаб евреи, и полиция евреи, и тех, кого Натаньягу обвиняют... Даже кошка еврея. Че? Даже кошка еврея. Да, тех, кто Натаньягу обвиняют, тоже евреи. Поэтому это тут явно не катит, как национальная рознь, да, там не французы сидят у него в суде, а он был еврей, который попал под раздачу во французском антисемитском генеральном штабе. Кстати, говоря, вот национально-религиозный лагерь, который преследовал Дрифус, и который сегодня в Израиле возглавляет Натаньягу, просто я хочу одну вещь. Русский историк, ну, русский историк еврейского происхождения, Марк Алданов, он в его блестящем очерке полковник Пикарр и Дила Дрифуса, там есть очень интересная вещь написана, что слово националист, которым сегодня любят, ну, громыхать правые во всем мире, оно возникло именно во времена Дила Дрифуса. Ну, то есть национализм возник еще во времена Французской революции, но тогда предпочитали говорить о патриотизме, от отечества, да, а национализм как теория потом возник у немецких философов, которые предоставляли его идеалам просвещения. А вот националист, как конкретное слово по отношению к отдельному человеку, возник во время Дила Дрифуса, и первым человеком, который был назван французским националистом, в данном случае, был майор Эстергази, вот тот самый, который совершил предательство, которое потом пытались повесить на Дрифуса. И самое интересное, что вот националистом таким вот был Эстергази, предатель, а вот символом всего антинационального, антипатриотического и так далее, был в этот момент руководитель лагеря защитников Дрифуса, Климансо, который потом будет называться этот отцом победы, потому что именно во главе с ним, поставленном в последний момент, Франция выиграла Первую мировую войну. Ну, тогда вообще очень многие вещи возникли, например, понятие интеллектуала или права человека. Может быть, когда-нибудь снимем отдельную передачу по делу Дрифуса в этой же программе. Теперь к вашему вопросу о том, были ли у нас прецеденты. У виситута в Израиле, слава Богу, у нас правосудие сдаёт все экзамены. У нас сидел бывший премьер-министр Ольмир, у нас сидел бывший президент Кацав, обвинённый в изнасиловании. Кстати говоря, в рамках передачи «Магия смысла» снят отдельный ликбез по Маше Кацаву. Я советую, если кому-то интересует его дело, или до сих пор есть вопросы, посмотреть. У нас сидел куча министров, министр внутренних дел, министр строительства, министр и так далее. У нас есть самые разные дела. А вообще сажать министров за коррупцию у нас начали примерно с середины 70-х годов, когда власть поменялась, и новой власти, которая была у Ликуда, было достаточно выгодно, чтобы судебная система преследовала бывшую партию власти, партию Аббада, и тогда пошли очень большое количество процессов против коррупции, которая была во времена власти рабочей партии. Но очень быстро это перешло и на сам Ликуд. Дело в том, что у нас судебная система, которая сильно обвиняет Бениамин Атаниагу, она действительно не всегда под контроль, и у нее иногда может быть собственная адженда, которая не всегда может, то есть собственная повестка дня, которую не всегда могут понять, и она может преследовать собственную цель. Иногда ее обвиняют и достаточно обоснованно в том, что она занимается преследованием те, кто ее пытается изменить. Ну, например, одно из самых таких вот, как бы сказать, пикантных дел в израильской юриспруденции, это дело Хайма Рамуна. Министр юстиции Хайм Рамун, придя в министерство, с первого... Сейчас я тут все перестрою. Нет, с первого момента заявил, что он тут собирался, собирается реформировать всю министерскую, всю юридическую систему, у него был свой план, все нормально, он... Он, кстати, юрист по образованию. Да, и он много лет об этом говорил, что надо перестроить, и он пришел с четким пониманием, вот, и его очень поддерживал премьер-министр Ольмерт, который тоже юрист по образованию, и министр иностранных дел Цепеливни, который тоже министр по образованию. Они, вот, три бывших адвоката, три юриста, неплохих, решили перестроить юридическую систему. Ну, против Ольмерта сразу начались уголовные дела, а против Рамона сначала не имелось что, а потом случился вдруг казус. В первый день войны, Второй Ливанской войны, Рамон зашел в канцелярию главы правительства, собственно, для того, чтобы принять участие в соседании. Была там солдатка, то есть военнослужащая, просила с ним сфотографироваться. Которая заканчивала свою срок службы, она сказала, вот, Асар, уважаемый министр, можно ли вам зайти с вами сфотографироваться? С ней был фотограф, который он зашел, она захотела с ним сфотографироваться в обнимку. Он с ней сфотографировался в обнимку в помещении. Потом фотограф вышел, она ему сказала, а если хотите, поедемте со мной в Коста-Рику. Ну, такое предложение, особенно в первый день войны, это больше всего убивает и в отношении девушки, и в отношении министра. И случайно оказавшегося там фотографа. Нет, фотограф ушел в этот момент. Для этого он был, откуда он взялся? Нет, она привела с собой, чтобы он фотографировал. Она привела с собой. Чтобы он пофотографировал ее с министрами, дембельский альбом она делала. И Квотасар, уважаемый министр, в Коста-Рику ехать не захотел, но он решил, так сказать, удовлетворить аппетиты девушки прямо на месте. И он совершил насильственное сексуальное проникновение в рот при помощи языка, именуемое французским поцелуем. Вот поцеловал на ее. Теперь девушка, изначально она не могла понять, ну, какое тяжкое поступление с ней совершили. И совершили ли вообще? Потому что присутствовали только двое. Она пошла к начальнице и сказала, что он меня поцеловал типа с насильственным сексуальным проникновением при помощи языка. И она так сказала. Тут начальница резко возмутилась и сказала, что если ты об этом немедленно не заявишь, я тебе устрою вырванные годы на выходе из армии. Вот. И начальница возмещалась. И этот человек будет назначать судей? В конечном итоге было заявление. А вот дальше получилось это самое печальное, потому что Роман ошибся. У нас большинство судебных дел такого рода возникает, в том числе из-за ошибки обвиняемых, которые делают какой-то судебеносный ошибок. Он мог сказать, не было поцелуя, но соврать. если не соврать, он мог сказать, извини, я не понял твоих намерений. Я думал, что ты хочешь, извини меня, пожалуйста, просто упасть на колени. И было два варианта. В обоих случаях он бы вышел чистым. Вместо этого Роман решил, кто я и кто ты, и пошел заявлять, нет, она сама хотела, вот же фотография, она же со мной снялась. Стоп, она с тобой хотела в Коста-Рику ехать. Она на Коста-Рику была согласна. А вот просто, чтобы ты ее взял, чмокнул в кабинете, это было без ее согласия. В результате, Роман свел суд. поездки поездки к Коста-Рику не факт, что она согласилась на поцелуй, это тоже не было. Окей, не, ну, смотрите, от того, что женщина готова выйти за тебя замуж, это не вовсе не обозначает, что ее муж изнасилов прямо тут, да, это две разные вещи. В результате вопрос, это поцелуй был по согласию на чистое сексуальное проникновение или не по согласию, вот и все, к этому свелось. А дальше то есть он не отрицал поцелуи, правильно? Он говорил, нет, это она согласна. Протом, что он адвокат, да. А дальше вопрос был, а ты согласна? То есть согласна она или нет, надо спрашивать ее, а не его. Если бы он сказал, я виноват, извини меня, все, ничего бы не было. Теперь у нас бывают такие дела, которые человек сам себя запутывает. Ну, вообще, как мне этот несколько раз объясняли, видные, так сказать, люди и в ведомстве госконтролера, и в ведомстве прокурора, любой тик-тик-тик шорт, как в Израиле. То есть любое дело, это дело в прессе. Понятное дело, общественная значимость фигуры, она увеличивает общественную значимость дела и желание судебной системы, ну, усилить. Теперь, поэтому самая умная вещь, которую может сделать человек, который попадает в такую ситуацию, хорошо подумать. Во-первых, не атаковать судебную систему, и, может быть, лучше уйти в отставку хотя бы на время. Допустим, Эзер Вейцман, который оказался в ситуации коррупционного скандала в 2000 году, как только возник скандал, он сказал, он сказал, я устал, я ухожу, ушел, все прекратилось. Кацав, если бы он вовремя ушел, закончим давай про Рамона, чем закончилось? С Рамоном все в конечном итоге, за этот поцелуй, все закончилось тем, что его приговорили к двум, нет, два месяца, по-моему, общественных работ и колонну, то есть, он больше не мог занимать пост министра. Колонна, так называется на судебном юридическом термине позор. Да, это позорное ограничение. Позорное клеймо, которое не дает ему занимать общественные, так сказать, должности на протяжении семи лет, если не ошибаюсь. Да, и в результате его пост занял Даниэль Фридман, который тоже пытался что-то реформировать, но против него не завели никакого дела. Вероятно, он вел себя гораздо осторожнее. Но политическая карьера Рамона на этом закончилась. Политическая карьера, а ведь Рамон, его видел своим преемником Миска Крапин. Он был восходящей звездой партии АВАДА. Там про него еще много, и вот его покупило одно дело с поцелуем. И никто не называл это делом Дрейфуса, да? И никто не называл это дело Дрейфусом. Более того, когда потом, ну смотрите, я работал в Академии, и мы помогали Рамону, в какой-то момент этот пришел его адвокат и сказал нам зацкнитесь, вы его уничтожаете. Почему? То есть, идет уголовное дело. Вы вместо того, чтобы его оставить в покое, вы доказываете, что суд неправ. А у суда есть возможность доказать, что он прав. Может это доказать при помощи приговора. Да, обидится. Приговора, да? Обидится. Так, поэтому очень часто возникают такие вещи. У нас есть партия, которая является практически партией подсудимых. Все главные там люди проходили по разным уголовным делам. Это партия ШАС. Партия религиозных сил. У нас есть партия, где одно отделение партии. Практически все проходили, кто-то оправданно, кто-то не оправданно, по уголовным делам. Это Ягусалимское отделение партии Ликута. Вот, как сказал мне один полицейский чин, если, говорит, человек находился в Ягусалимском отделении партии Ликут, надо только немножко подумать, а дело на него найдется. Из Ягусалимского отделения и Герзон, и Ольмир, и Натаниягу, и Либерман был в Ягусалимском отделении, и Ийцахи Анегби еще куча. То есть кто-то оправдан, кто-то нет. Очень смешное дело, пикантное дело было у другого министра, министра, который в том числе проходил как министр юстиции, как министра полиции его рассматривали, Цахи Анегби. Цахи Анегби это, знаете, в Талмуде рассматривается история еврейских мудрецов спорить над вопросом, можно ли человека, который умудрился сам себя трахнуть в зад, считать гомосексуалистом. Вот. Серьезно это является содомским грехом или не является. Вот это история Цахи Анегби. Цахи Анегби оправдан по делу, которого его обвиняли и обвинен за лжесвидетельство. Теперь, извините, но обвиняемому в суде разрешено защищать себя, не договаривают за свидетельство и так далее. Обвиняемому только за обвиняем. Свидетелем запрещено. Теперь, как же обвиняемый оказался осужденным за лжесвидетельство? Как во многих других делах, Цахи Анегби закопал себя на какой-то момент не тем, что он сделал, а тем, как он защищался. Перед праймером из 2003 года Цахи Анегби выпустил брошюрную, листовку для ликудников, где он квасался, обратите там внимание, вот на Цахи Анегби, который в маленьком министерстве экологии умудрился пристроить на работу 80 членов Центра Ликуда. 80 членов. То есть, дать работу 80 членам ликуда. То есть, он взял и порвал министерство экологии. Да? И вот смотрите, понятное дело, тогдашние члены... То есть, люди, участвующие в праймере, говорят, так, я за него проголосую, так он меня на хорошую работу устраивает. Видите, то есть, он наших трудоустраивает. Теперь, когда вышла эта листовка, то тогдашний, по-моему, судья Хешин, избирательную комиссию, вызвал Цакенек. И вызвал не как обвиняемого, а как свидетеля. А избирательная комиссия в Израиле имеет статус суда. И возглавляет ее судья. Да, и возглавляет ее судья. И задал ему вопрос, это ты выпустил листовку? Ну, с таким хвастовством. Теперь, если бы Цакенек сказал, да, это я выпустил, я похвастался, я идиот. Простите меня, пожалуйста. То бы сказал бы, максимум бери. Да. Нет, но может быть, было бы дело, за которое его оправдали, потому что все министры от Ликуда трудоустраивали членов центра Ликуда в свои министерства. А на втором, не меньше, чем, допустим, Цакенек, это делал Исраиль Кац. Очень... Ну, может быть, не в таких масштабах. У него министерства было больше, у него было министерство сельскохозяйства, там больше людей можно устроить, чем маленькое министерство экологии. Так вот, а Цакенек сказал, нет, это не я. И совершил преступление лжесвидетельства. И поэтому его не осудили за это, а его осудили за лжесвидетельство. При этом он в 2003 году ушел, он, по-моему, то ли 8, то ли 10, то ли 9 лет находился под судом, суды в Израиле... Скитался. Да, ну, он был депутатом. Суды в Израиле это очень медленная процедура, поэтому, когда люди надеются, что Натаниягу сейчас суд уберет, моя смеялась, да, вот это первое техническое заседание, следующее через полгода, и неизвестно, сколько лет будет длиться суд. Как говорил Хаджан Асарьдин, там, или Эмир, или я, или Ишак, но кто-нибудь точно... так вот, но он умудрился усадить самого себя. И это достаточно распространенный в Израиле случай, когда политик умудряется погубить себя не тем, что он совершил, а тем, как он пытается избежать суда, наказания... Я не могу удержаться знаменитое дело бывшего министра финансов Авраама Гершензона, который обвинялся в различных взятках и прочее, и поймали-то его на том, что, когда начали проверять его банковский счет, обнаружили, что каждую неделю в определенный день на счет вкладывается крупная сумма наличных денег. То есть, понимаете, меня возмутило в этой истории не то, что он воровал, а не то, что он брал взятки. Это, в принципе, скажем, может случиться. Если ты даже воруешь, ну, хотя бы немножечко применить участие головного мозга, чтобы каким-то образом попытаться скрыть, они даже до этого не доходили. То есть, что значит любой, извините за такую откровенность, предприниматель, который работает в стране, хозяин лавки, он понимает, что даже если он в какой-то момент не выписал вовремя квитанцию и эти деньги наличные положил в карман, то ни один даже с тремя классами образования не побежит в банк вкладывать их на расчетный счет. Уже понятно, что это ловится. Постоянно. А тут каждую неделю в определенной тему потом его водитель говорит, да, я отвозил, каждый водитель вкладывал. И когда спросили Гершинзону, он сказал, что я не знал, что это нельзя. И этот человек занимал пост министра финансов. Да, и когда он занимал пост министра финансов, и уже шло по полной программе дела. во время праймера его называли кошелек Ольмакта. А праймера еще в 99-го года. Так вот, когда это было, он находится на посту министра финансов. Понятно, что на посту министра финансов это дело было гораздо более горячее. Я помню, что на некоторых заседаниях фракции Ольмакт там всеми силами, я думаю, что у них были личные, намекал ему, что ему пора уйти. Вот просто уйди в отставку. Твое дело с первой страницы в газете переместиться на 16-ю. Соответственно, и сроки, и приговоры, и все остальное можно как-то облегчить. Но Герзон это как-то вообще не воспринимал. Ему так хотелось еще немножко, еще неделю, еще несколько дней посидеть на посту министра финансов, что он губил себя. Но если мы возьмем самого Ольмакта, я просто хочу напомнить, что первые дела Ольмакта рассыпались. И в конечном итоге где-то к 2013 году было видно, что Ольмакт вообще выходит сухим из воды. Нету против него уголовных дел. И вместо этого, чтобы тихо сидеть, Ольмакт начал зондировать Польшу и проверять, может ли он заново пойти во главе партии на выборы. И там были даже люди, с кем-то много богин, которые ему доверяли. Они все в последний момент ушли в отставку типа Роднебарона и так далее. Но он проверял. Ольмакт, ушедший в 2008 году в отставку, в 2013 году был абсолютно нерелевантен для серьезного подкопа. Это, собственно, говорит очень многое о нашей правовой системе. Которая абсолютно не подкупная и не завязанная. Да, нет. Это не Фемида завязанными глазами. Это не Фемида замязана. Она четко видит, с кем она имеет дело. И как только он решил вернуться, то тут появились новые аргументы, новые дела и в конечном итоге Ольмакт и Шулузакин додавили, что она вытащила пленки и на основе этих пленок уже можно было что-то делать. Но Ольмакт должен был понять, что он должен был либо пересидеть больше срок, либо уже вообще не возвращаться в политику, что ему плохо было. Ездил по миру, выступал с лекциями, говорил. Ему только не надо было возвращаться в политику и все было бы у него нормально. А так он взял и сел. А он так взял и сел и посидел немножко. Вот. И это вещь, которая очень интересна для наших политиков. Ну и последнее, чем я бы хотел закончить, я вижу, у нас время исходит. А когда в 2008 году Ольмакт должен был уходить, тогда дело Талантского, которое развалилось, да, то меня интервировал московский журналист. Ну, я уже не работал с Ольмактом, и он меня интервировал. И всего он спросил, скажи мне, о какой сумме идет речь? И я говорю, 50 тысяч шекелей. Он говорит, за сколько лет? Ну, я там говорил, о длительных, он говорит, я говорю, 50 тысяч за 15 лет. Перевел в доллары? Он мне говорит, подождите, сколько это будет в долларах? Ну, тогда доллар был в районе 4, он потом упал, да? Я ему сказал, ну, это примерно 12 тысяч долларов за 15 лет. Он мне говорит, подождите, сколько это в месяц? и так посчитал, сказал, у нас за эти деньги постового не купить. Вот. Ну, это, может быть, говорит, пользу нашей системе, а может быть, наоборот, о ее уязвимости, ведь у нас такие маленькие. И мелочности наших политиков. Спасибо. Спасибо, политтехнолог Давид Эйдельман. Дорогие друзья, программа «Черным по белому». Ну, какие есть политики, такие есть, таких мы и выбираем. Всего доброго и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова